всем привет с вами я светлана то не поймите что я вас дразню каждый день я хожу на море нет мои хорошие просто я хочу действительно реально помочь вам своими вот вылазками на море чтобы вы определились а кто приезжает в мерсин кто живет мерсине и действительно можно по сходить на море я уже как сказала здесь два года будут скоро вот в начале сентября как приехала мерсин и эта проблема вот в этом году для меня действительно я не знаю что изменилось с камнями с морем может по шторм был такой зимой невозможно вот купаться вот я вчера купалась вроде бы напротив там меня мизит ли познакомилась замечательной девушкой она тоже блогер на ю тубе но она пока не хочет себя показывать и все не готова к этому ну вот мы познакомились с ее семьей с мужем они были вчера у нас дома и мы прекрасно провели вечер кушали танту не вот она машет далека но близко не хочет вот рыженькая такая анна каримова и но знаете что мы вот ходили с ней вчера на море напротив прямо моего дома и там я опять порезалась то есть надо быть осторожным внимательным не во всех местах вот именно такое нормальное спокойное вот именно подводный подводный берег так что мои хорошие вот и мы пришли на тот пляж где вам не рекомендовала ходить здесь очень много беженцев я говорила но сейчас четыре часа на полпятого и могу вам отметить что сейчас здесь спокойно представляете никого нету вот друзья мои показе свободно именно в такое время можно прийти вот видите посмотрите мои хорошие к вечеру начнется поток именно людей и всех вот уже начинает приходить так вот мои друзья что я могу сказать насчет берега вот здесь вот прямо и слева скалы вы видите если прямо идти там тоже скалы если вот прямо где мы сейчас я сижу то можно найти нормальное в дно ну быть осторожным в общем расслабляться здесь нельзя можно покупаться море грязное скажу вам честно потому что с утра может быть чистой но после обеда здесь вот как говорится стоки с города выбрасывают грязь всю и море грязное то есть море каком смысле грязное нету не виды тут не плавает не отходы какие-то просто пакет целлофановые остатки какие-то или это может быть щепки именно то что вот дровишки пенопласт да и в общем если вы заплывете подальше нужно море здесь не глубокая мелкая нужно очень далеко идти вот я вот получила удовольствие заплыв очень-очень далеко но я в принципе привыкла грузии я в батуми же выросла на море это было для меня море летом каждый день и даже два раза в день я утром вставала в 6 часов ходила делала пробежку по берегу и завершалась она купанием море затем я принимала душ завтракала и уходила на работу и после работы я бежала после раскаленного такого рабочего дня трудного из раскаленного солнца я тоже бежала мои хорошие на море так что море это для меня стихия я поэтому каждый день бы проводила здесь особенно любила отдыхать и спать на нем и в общем такая вот у меня история была и хочу еще вам сказать друзья мои плавать я умею естественно нырять умею но сейчас уже мои в 47 лет уже боюсь как-то нырять потому что потом головные боли у меня но в принципе если с кем-то было по можно было понырять я с удовольствием бы поныряла и кувыркаю стану сальто делаю но все-таки уже надо как говорится беречь себя в таком преклонном возрасте как я мои хорошие так вот вот друзья мои хочу сообщить вам что в скором времени я друзья мои планирую поехать батуми представляете я поеду к своим детям к своим внукам мамочки поеду может быть это я не знаю точно но очень мне кажется в скором времени как мой муж свои дела все решит вопросы проблемы то мы скоро будем собираться и я вам покажу батуми это действительно красивыми всем красивый а батуми мне кажется ну как маленький дубай кто был батуми поддержит меня так что мои хорошие вот я сейчас не знаю даже видео буду загружать будут будет получаться у меня что-то сделать вам что-то чем-то порадовать вам но знаете мой хороший что я хочу сказать сейчас сами понимаете я буду вся покупках подарков в общем мы хотим планируем с ним с мужем поехать на автобусе потому что я хочу купить много чего вплоть даже до порошка стирального потому что автобус есть марсин трапзон или мерсин резе и мы точно это уточним с ним еще лучше 18 часов кажется сказали ехать надо но мы хотим узнать дорогу именно как не проезжать не на самолете потому что в скором будущем планируем приобрести автомобиль и вот хотим узнать путь как добираться вот это одна причина во вторых на самолете нельзя столько провести надо платить переплачивать и а мы хотим очень много всего набрать туда так что чемодана у нас и сумок будет много и поэтому я решила уговорила мужа поехать один раз с автобусом чтобы можно было много чего перевести отсюда возобрать а не ходить там покупать батуми вы знаете такой дорогой город и сейчас туристический туристический сезон и цены и моя мама вот рассказывает очень дорого поэтому я решила сэкономить на чем-то чтобы там провести время с детками лучше потратить на них чем буду я переплачивать там на разные принадлежности сами вы посудите что я права надеюсь так вот мои дорогие это было такое вот видео обращение к вам вот я прошу вас кто поймет меня кто кому нравится мои видео кто смотрит и ждет моих видео я постараюсь по возможности загрузить на сейчас вот так чтобы серьезно сесть и над какой-то темой и поза и поработать у меня не будет потому что мои хорошие я буду сейчас вся в делах вся в покупках в беготне потому что очень много заказа у меня в грузии так что моих родных и я как говорится не некогда будет сидеть компьютером как я сидела вот сегодня с утра с 7 часов до 4 пока не вышла на море я просматривала все ваши видео и я просматриваю полный просмотр пишу комментарии потому что мне интересно люди которые мне смотрят и я хочу и также посмотреть потому что только я успею видео загрузить они уже пишет комментарии ну как я могу не посмотреть скажите пожалуйста тем более они такие пишут очень очень теплые комментарии и поддержку ну так вот буду заканчивать вот сейчас вот наши вот зеленый круг зеленый круг вот это вот она не хочет показываться но я ее покажу издалека может она потом сама меня поругает за то что я показала ну вот мы и в общем познакомились вот такой прекрасная девушка семью и и мы сейчас жаль что она уезжает завтра но она вернется в скором будущем и мы продолжим встречи сделаем видео совместно так что пока пока до свидания мои хорошие вот сегодня такое у меня было болту болтушка болтовня болталка как вам будет угодно на море а я вот посмотрите так загорела вся не хочу показывать себя в принципе давайте покажу себя мой муж не любит когда я показываю себя и мне тоже не нравится когда я показываю себя в таком купальнику ну так вот вот вроде бы вы видели мое лицо мои загорелые руки увидели в общем я как помидор пока пока всех целую до скорых встреч